Ну что ж, дорогие друзья, новый восьмой сезон вышел в КДТ, а это значит, что сегодня я сниму его полный обзор. Мы посмотрим все машины и даже машины из донатного пасса. Посмотрим раскраску, ну а в конце по традиции будет розыгрыш сезонного пасса, поэтому досматривайте этот видосик до конца. Желаю всем приятного просмотра, а мы начинаем. Но перед этим хотел бы порекомендовать вам канал DragonLeo. Чувак недавно вернулся в Роблокс, у него просто офигенные превьюшки, посмотрите сами. Мега крутой монтаж и видеоинформация представлена быстро и чётко. Чувак тоже хочет скоро снять свой сериал, но, к сожалению, у него нет активной аудитории, поэтому ссылочка на его канал внизу, переходите в его дискордик и участвуйте в его сериале, я там тоже буду. Но есть одна небольшая проблемка, у меня не до конца пройден сезон, поэтому... И да, ребятки, я прошёл восьмой сезон, наконец-то. Забираем нашу новенькую формулу и погнали их смотреть. Сразу тэпнемся на новую локацию, точнее не на новую, а на обновлённую. Телепортируемся и, да, ребятки, это обновлённая локация трека. Давайте выйдем, посмотрим сначала машинки, а потом уже прокатимся на каждой гоночке. Открываем сезон и давайте смотреть. Давайте сначала тогда посмотрим машинки из обычного сезона, а потом уже посмотрим из сезонного пасса. И первая машинка это у нас Hudson Hornet, чуваки. Тот самый Дог Хадсон из тачек. Класс, смотрите, как его офигенно сделали. Очень прикольная машинка, очень мне понравилась детализация. Давайте посмотрим салончик. Но тут нет много чего, просто руль, приборочка и нет даже коробки передач. Такие вот ручки есть, сзади тоже ничего интересного. Давайте зачитаем её характеристики. Скорость у неё 202 км в час в стоке, а если прокачаем на максималочку, то 304. Управляемость 6,6, привод РВД, награда 53 доллара в автосалоне. Цена за мили 2380 долларов. Ну и полная стоимость 50 тысяч долларов. Красти я её не буду, потому что эта машинка легендарная и пусть она такой останется. Двигаемся дальше. Итак, следующая машинка у нас это вот такой вот NASCAR CAR за 900 кубков. Давайте его достанем. Вау, слушайте, она офигенно проработана. Реально очень круто. Заценим её салончик, всё карбоновое, решётки, рама. В общем, вот такая вот прикольная машинка. Засчитаем характеристики. Скорость 289 км в час, это у нас в стоке, а с ускорением 358. Управляемость 7,9, привод РВД, награда 63 доллара в автосалоне. Цена за мили 2791 доллар и полная его стоимость 300 тысяч долларов. Давайте покрасим фиолетовый цвет. И вот такая вот тачка у нас получилась. Ну а следующая тачка у нас это вот такая вот новая драг Toyota Supra. Для этого тэпнемся на тоже обновлённый драг. Теперь у нас четырёхместный. Посмотрите на это. Достанем эту Supra. Обалдеть. Слушайте, какая она офигенная. Не знаю, почему в гоночном сезоне добавили драг Supra, но да ладно. Вот так вот она выглядит. Такой вот прикольный у неё выхлоп, кстати. Давайте зачитаем его характеристики, а потом скатаем одну гоночку на драге. Скорость 370 км в час без улучшения, а с улучшением 402 км в час. Управляемость 7,9, привод РВД, награда 66 долларов в автосалоне. Цена за милию 2898 долларов и полная его стоимость 1 миллион долларов. Прокатимся одну гоночку. Так, 3, 2, 1, погнали! Так, тоже, смотрите, на дыбы встаёт. Вот так вот офигенно мы проезжаем финиш. Старт точнее. И финишируем. Так, проехали мы за 10 с лишним секунд на скорости в 251 мили в час. Я, кстати, не посмотрел, сколько мы ехали. Вот такой вот новый драг, такая вот новенькая Supra. Аккуратно вот здесь вот ставим и идём к следующей машинке. Ну а следующая машинка за 7000 трофеев. Это финальная машина в сезоне. Вот такая вот формула, которую я только что получил. Мотаем в самый-самый-самый низ и вот она. Скорость у неё 370 км в час в стоке без улучшения. Тоже, кстати, за 1 миллион 323 тысячи. Странно, ну ладно. И тогда скорость 402 км в час. А, ну она такая же, как и Supra по скорости. Блин, не круто, я думал, она будет быстрее. Управляемость 8,5, привод РВД, награда 72 доллара в автосалоне. Цена замерит 3149 долларов. И полная стоимость 3 миллиона долларов. Меня раздражает свет в КДТ. Достаем. И вот так вот она выглядит. Вот такой вот у неё прикольный салончик. Очень прикольно управляется. Со штурвальчиком такой. Она очень современно выглядит. Тоже очень прикольно. Такая вот ракета, знаете. Кстати, в конце посмотрим все машинки на треке. Как они себя ведут и как управляются. Такая вот прикольная машинка с манекенчиком. Оранжевенькая такая. Давайте мы её покрасим. Виолетовый. И бааа. Выходим. И машинки из обычного сезона закончились. Теперь стартуем с сезонным пропуском. Итак, за 500 кубасиков мы получаем Лего Сикар. Вот такая вот прикольная машинка. Давайте на ней поездим. Она реально очень... Что? Вы видите? Вы видите эту управляемость? Она просто... Она настолько имбовая. Подожди, а сколько у неё управляемости? Чуть не заметил. Мне прям сейчас интересно стало. Управляемость 7. 7.1? Да ладно. У неё настолько офигенная управляемость. Хотя написано, что всего лишь 7.1. Жёсткая. Такой вот у неё салончик. Тоже ручник, приборка. И вот такой вот руль. Очень прикольная машинка. Давайте читаем её характеристики. 217 километров сейчас она едет в стоке без улучшения за 51 тысячу долларов. Теперь она едет 294. Управляемость 7.1. Привод РВД. Награда 54 доллара в автосалоне. Цена за миль 2446 долларов. И полная его стоимость 70 тысяч долларов. Я опять телепортировался на трек. Но следующая награда это у нас не тачка. Это врапс на Наскаркар. Давайте посмотрим. Берём овал тракт. Ставим. Активируем врапс. Установить. И вот. Ребята, это первый врапс, которому я хочу поставить лайк. Потому что он реально годно выглядит. Без каких-то помары. Без каких-то, знаете, просто идеально прижился. И ему очень-очень идёт. Такой вот топовый врапс. Напишите своё мнение в комментариях. Ну и самая финальная машинка. Это Формула 2004. Вот такая вот бомбическая тачка. Давайте сядем от первого лица. Так, ну управляется она, кстати, вроде более-менее. Вот у неё прикольный штурвальчик. Хотя бы я не назвал это штурвальчиком. Но она очень массивно выглядит. Очень много всяких разных деталей. То есть она реально стоит того. За 4000 кубков в сезоне она у нас даётся. Засчитаем её характеристики. Скорость 349 км в час в стоке. Без улучшения. За 1 116 000 покупаем. Теперь скорость 382 км в час. Управляемость 8,4. Привод РВД. Награда 70 долларов в автосалоне. Цена за милию 3042 доллара. И полная стоимость 2,5 мульта. Достаточно интересная машинка. Сразу хочу её покрасить. Это фиолетовый. А это вот так вот. Всё. Имба. Вроде с сезоном мы разобрались. Теперь осталась последняя машинка, которую нам на сегодня добавили. Это новая лимиточка. И не просто лимитку, а возвращенную Lamborghini SS02. Или SC20. Теперь она стоит 10 миллионов баксов. Конечно же мы её покупаем. Заходим в гараж. Скорость сегодня 382 км в час. Управляемость 9, привод АВД. Награда 73 долларов в автосалоне. Цена за милию 3160 долларов. Ну и полная стоимость 10 миллионов долларов. Давайте прокачаем её по максималочке. И теперь она у нас будет ехать 415. Давайте мы её достанем. Вау, чуваки, вау. Вау, вау и ещё раз вау. Обалдеть. Какая она крутая, дэм. Подождите, подождите, подождите. Ну-ка, а если я полцы сделаю вот такие вот. И сидушки тоже сделаю вот такие вот. И теперь вай, 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 чуваки. Пушечная тачка, просто пушечная. Давайте-ка мы сейчас её с вами занизим. Опа, 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 опа. Теперь она у нас самая низкая. Нет, конечно, то, что нет лобового стекла, это очень смешно смотрится. Кстати, с этими изменёнными фарами теперь она похожа на Lamborghini Gallardo. Нет, но всё равно тачка очень прикольная, повторюсь, реально пушечная. А теперь приступим к обзору трека. Начнём с первой машинки. Это Dog Hudson. Начать трек. Давайте сначала проедем на овале, потом на треке, а потом уже на гоу-карте. Три, два, один, и стартуем. Так, вот здесь такой подъёмчик, аккуратно-аккуратно. Проезжаем, дальше разгоняемся. Нифига себе он валит, блин. Для такой старенькой машинки это очень круто. Так, здесь тоже такой поворот. Аккуратно. И финишная прямая. Ба! 21 секунду у нас лучший круг. Дальше на Скаркар. Тоже погнали. Стартуем. Вот у него, кстати, разгон побыстрее был. Так, так, ух, как быстро. Так, гоним, гоним, гоним. Погнали, погнали, погнали. Хорошо, давай, 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 давай. Финишная прямая. Хорошо. Теперь поедем на формуле. Простите, почему не на Супре, да потому что Супра предназначена для драга. Овальная гонка. И стартуем. Слушайте, она намного лучше улетела. Прям очень быстро. Так, давай, 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 давай. Давай, аккуратно, аккуратно, аккуратно. Забираем. Она очень быстро едет, очень быстро. Финишная прямая, просекаем. Лучший круг 16 секунд. Общее время 39. Обалденно. Хорошо, теперь тачки из донатного пара. Я эту машину буду называть лягушкой, потому что она такая маленькая, зелёная, прям как лягушка. Итак, стартуем. Чё-то она не едет, мне кажется. Ну, реально, не так быстро, как остальные машины. Но тоже нормально. Давай, 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 давай. Да, чё-то меня эта машинка результатом не порадовала. Финиш, лучший круг 21 секунда. Ну и последняя машинка. Мод 2000. Старт. Так, ну нормально, нормально вроде летит. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Ну, слушайте, вроде бы нормально, кстати, проехала. 16 секунд, лучший круг. Ну да, кстати, вроде бы ничего. Хорошо. Значит, все машинки у нас проехали овальную гонку. Теперь у нас трек. Давайте на треке один раз прейдем, чтобы ролик не затягивалась. Вот на вот этой формуле. А потом пойдём на гоу-карту. 3, 2, 1, погнали. Давай, давай, давай. Так, куда? Э, что? Так, поворот сюда. Хорошо, хорошо, хорошо. Давай, давай. Опа, аккуратно сюда, 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 сюда. Потом поворачиваем через мост. Опа, вот сюда, 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 сюда. Опа, едем по овальному треку. Теперь сюда сворачиваем. Повора... Давай, давай. Опять на овальный трек. Едем, 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 едем. И сюда. За 39 секунд мы проехали. Мне, кстати, трек новый очень понравился. Советую всем на нём покататься. А теперь погнали на финальную гоночку, а точнее на гоу-карту. Так, мы... Мы, мы на карте? Усели на карте? То есть это такой мини-картинг получается, да? Да, так, погнали. Хорошо, опа, опа, сюда, сюда, сюда. Потом сюда. Потом сюда, аккуратно. Погнали, погнали, погнали. Эгэ. И финишная прямая. Хорошо. За 26 секунд проехали. Достаточно прикольный картинг. Реально крутая задумка. Мне кажется, на нём тоже много кто будет кататься. Теперь, ребятки, покажу вам промокодик. Называется 4NewRace, который даст вам 75 тысяч игровой валюты. Что ж, вроде бы мы всё посмотрели, сезон, промокодики, раскраски, всё. И осталось, конечно же, по традиции, разыграть сезонный пас. Кто уже участвовал в розыгрышах, знает, что нужно сделать. Ну, а кто не участвовал, сейчас объясню. Сворачиваете это видео, листаете вниз, нажимаете на красную кнопочку подписаться. После чего нажимаете на лайк и, конечно же, на колокольчик. Потом спускаетесь в комментарии, пишите «Хочу сезонный пас». Ну и потом, если у вас есть дискорд, пишите свой дискорд. А если дискорда нет, просто ник в роблоксе. Если вы это в комментариях не напишите, то я не смогу отдать вам приз, потому что попросту не смогу с вами связаться. Поэтому не забудьте это написать. Все итоги к розыгрышу будут уже в эту субботу. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, ребята, всем пока, пока, пока.